Сайдови там дошла. Эгер Ахам издавался Украина о раскулачивании репрессированных народов. Фактически там все права восстановлены этих людей, но они при этом написали, этот закон к крымско-татарскому народу не относится. Но наши депутаты почему-то не возразили против этого. А на днях приняли еще один закон, согласно которому будут строповать все незаконные строения жилых домов. А в Крыму 19% крымских татары построили сами, и они не узаконены. И сегодня хотят отобрать их. И поэтому нашей организации «Хрым-татар Хак-Джебес-Мен» создана такая инициатива. Сочетим свой дом. По этому поводу будет выступать президент фонда «Ветандаш соотечественник» Рустен Халилов. Что в Сайголове там дошла 68 лет после трагического для крымско-татарского народа 18 мая 1944 года. По инициативе благоотворительного фонда «Ветандаш соотечественник», который зарегистрирован всего, вдумайтесь, год назад, и культурного центра крымско-татарского народа. Зарегистрирован в городе Николаеве буквально днями уже сегодня проводятся мероприятия, которые не проводились на протяжении 15 лет вообще. Наши соотечественники там не знают, как выпускаются газеты, что происходит в Крыму. Не проводят вообще никакие мероприятия, ни концерты. Это специально сделано, чтобы мы потеряли взаимосвязь с большой землей. Выехав в прошлом году, я был ужасом этой ситуации. Там есть подконтрольный Меджлису культурный центр в городе Ташкенте. Вы себе задумайтесь, для 100 тысяч населения Ташкентской области, Ташкента, Самаркандской области, всего Меджистана, Кыргызстана, Казахстана, около 150 тысяч всего там наших соотечественников работает один культурный центр, и то в неделю два раза, три часа. Они в год раз проводят концерты, при этом разве можно будет сохранить культуру, сохранить традиции, язык и все остальное? Это верный путь к ассимиляции. Нас вергают, разделили сначала, а теперь хотят ассимилировать. И внутри здесь точно такая же политика. Позвольте мне от имени тысяч наших соотечественников Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Российской Федерации зачитать телеграмму. Мы, крымские татары, проживающие в местах ссылки, вдали от вас выражаем глубокое сожаление, что не можем сегодня находиться вместе с вами на этой главной площади, на своей прекрасной родине в Крыму. Мы надеемся, что все наши совместные усилия по принятию в ближайшее время закона о реабилитации и восстановлении прав крымско-татарского народа, которые инициировали ветераны национального движения, запомните это, и Крымско-татарский народный фронт даст возможность нам скорее переехать и жить вместе с вами на своей исторической родине. Мы надеемся, что наш народ, пережив трагические события 44-го года, тяжелейшее переселение и обустройство будет, как всегда, политически единым и дружным. С наилучшими пожеланиями, ваши соотечественники из Узбекистана, я благодарен этим людям, патриотам нашего народа. Именно отсутствие в Украине законной реабилитации, восстановление прав, репрессировали крымско-татарского народа на протяжении 22 лет. Это они, Аль-Нейджелер, которые здесь стояли только что. Это они нас забалтывают вот здесь, сладкими речами, оратор Чубаров. Это его надо выгонять отсюда, в первую очередь. Негодяй! Привело к тому, что наш многострадальный народ находится еще в местах ссылки, выражая слова надежды на воплощение и обустройство. Основная часть крымско-татарского народа, проживая на своей родине в Крыму, является бесправным. Запомните это слово, мы бесправные. Это становится все очевиднее и очевиднее, так как в Украине принимаются законы, не учитывающие интересы и наличие в Крыму коренного крымско-татарского народа и происходящих процессов самостоятельного возвращения и обустройства. Одним из таких дискриминационных законов является закон Украины о регулировании градостроительной деятельности. Я три месяца назад выступил с критическим замечанием в статье против народного депутата Украины Мустафы Джимилева, в которой я осудил отсутствие его при принятии этого закона. Вы слышите каждый день, что этот закон скоро начнет бить нас по карману по семейному бюджету. Мы своими руками, не побоюсь это сказать, на территории автономной республики Крым выстроили более 50 тысяч домовладений. Образовалось более 300 микрорайонов компактного проживания крымско-татарского народа. Большинство домов строилось и строится по 10-15 лет за свой счет без надежды на помощь государства. Именно отсутствием финансов и вызваны столь длительные сроки строительства, а также использование домов, не введенных в эксплуатацию. И сегодня, когда согласно положениям закона Украины, о регулировании градостроительной деятельности, вводятся огромные штрафы за самовольное строительство и несвоевременный ввод жилья в эксплуатацию, ясно, что основной мишенью этих штрафов в Крыму станет именно крымско-татарский народ, так как из 100% застройщиков, 80%, а то и более, являются крымско-татарские семьи. Таким образом, складывается ситуация, когда дважды ограбленный, разворованный крымско-татарский народ вновь становится объектом узаконенного грабежа и вымогательства средств. Я обращаюсь от имени тысяч застройщиков крымских татар к высшим руководителям государства Украины, обратив внимание на дискриминационное действие и характер положения указанного закона по отношению к крымским татарам. Просим на законодательном уровне приостановить действие закона Украины о регулировании градостроительной деятельности на территории Автономной Республики Крым для всех категорий граждан до принятия закона Украины о восстановлении прав реабилитации и репрессировании крымско-татарского народа. Или принять иные меры, чтобы стать одному в эксплуатацию для застройщиков крымских татар и лиц других национальностей, репрессировавших по национальному признаку, не влекла для них непосильных затрат. Именно для защиты своих прав мы и создали это народное движение под названием «Защитим свой дом». Я призываю всех, когда вернетесь домой, пожалуйста, возьмитесь за руку и поддержите это движение, так как веры им нету, надо самим пробивать эту толщу. Только вместе, всем народам, мы сможем защитить свои семьи, свои дава от несправедливых оборов, бесправия и законодательного гравиша. Игорь Негода, Татар сделать исключение. А то получается, когда права надо защитить, крымских татар не касается, а когда надо нас еще раз ограбить, то здесь исключение не хотят сделать, чтобы это крымских татар не касается. А тут, оказывается, касается нас.